здравствуйте дорогие друзья с вами вновь интернет тиви чикаго в студии владимир гольштейн и майкл мелехов здравствуйте майкл добрый день мы сегодня очень рады всех вас видеть приближаются праздники я бы хотел сегодня поговорить на очень праздничную тему на самом деле но не просто праздничную а я бы сказал жизненно важную и веселую одновременно а тема называется так очень просто и очень важно как стать богатым и счастливым одновременно причем я буду основываться на собственном опыте на том что случилось и происходит в моей жизни и поэтому надеюсь вы сможете воспользоваться этим я хочу поделиться с вами тайной секретом секретом который исходит из самых глубин вселенной и который мне удалось интуитивно нащупать в своей жизни пользоваться этим секретом это секрет счастья и богатства ни много ни мало поверьте это не связано сейчас ни с какой рекламой ни с какими многоуровневыми бизнес структурами как это часто бывает это связано всего лишь желанием моим поделиться с вами моим открытием моим открытием законов вселенной и так как же стать богатым и счастливым одновременно ну во первых давайте разберемся что такое богатство и что такое счастье великий русский язык в нем все слова имеют значение начнем со слова богатство это не наличие огромного количества денег в этом слове главная составляющая бог богатство означает быть с богом иметь в себе бога но каждый понимает бога по-своему поэтому давайте разберемся что же такое быть с богами что же такое богатство и одновременно что же такое счастье ну кстати по поводу счастья в этом слове тоже есть определенный смысл это быть частью целого и это о том же ведь быть богом означает быть частью целого частью великого точно также счастье с частью быть частью чего-то великого и скорее всего это великое это божественное как же два эти понятия сочетать между собой ни для кого наверное не секрет для вас что все мы рождаемся в этом мире с какими-то талантами с какими-то способностями и в общем-то уже с каким-то предназначением каждый об этом знает кому-то нравится танцевать кому-то нравится петь причем это проявляется уже с детства кому-то нравится командовать кому-то писать стихи рисовать и так далее музицировать но все о том же но социум нас почему-то все время ну известно почему мы сейчас не будем говорить почему такая совершенно в другую сторону часто и заставляет нас подстраиваться под него музыканты становятся бухгалтерами те кому по жизни положено танцевать идут в бизнес ну и в общем занимаются тем что может переносить деньги богатство только это не то не настоящее богатство это не соединение с богом это соединение в лучшем случае с деньгами которые очень часто не приносят никакого счастья а приводит лишь тому что человек имея деньги теряет здоровье теряет близких его и где близких и вовсе не чувствует себя счастливым то есть он получает какие-то приманки какие-то позитивные моменты которые для него приготовила общество вы которому это выгодно но вовсе не чувствует себя радостным отсюда простой вывод как же поступить наоборот это мой опыт это то к чему пришел я дорогие друзья это очень просто кстати еще одно слово просто вот подумайте об этом слове в нем в середине есть корень рост вот это рост слова просто означает рост развития а слово сложно в нем в середине ложь поэтому наверное все что просто это правильно а все что сложно это не совсем правильно опять великий русский язык который нас ни в чем не обманывает если внимательно присмотреться к словам мы уже получим все ответы так вот все очень просто я сейчас скажу вещь которая у многих вызовет наверное отторжение но я постараюсь ее объяснить и на своем примере еще раз рассказать как это работает и так нужно попросту следовать своим талантам и своему призванию нужно делать то что вам нравится и вы тогда станете счастливыми и богатыми как ни странно это звучит только это работает совсем не так как многие привыкли это работает особым образом это работает на уровне глубоких законов вселенной поэтому это немножко скрыто от нас и не сразу проявляется и так представьте себе что в обществе сейчас нужны ну простой пример в обществе сейчас нужны бухгалтера это часто бывает в америке это аккаунтинг букипер неважно в на территориях русскоязычных это бухгалтер эти люди действительно очень востребованы как же быть если мне хочется танцевать рисовать или писать стихи ну вот опять таки мой пример моё хобби я люблю писать поздравительные стихи поздравления людям с разными датами юбилеями днями рождения всевозможными праздниками делаю это от души и с удовольствием так вот что происходило в моей жизни как только я начинал следовать своему хобби и писать подобные ну назовем их произведениями наверное это будет правильно размещать стихи в интернете не только поздравительные но и любые другие как вы понимаете все это напрямую не приносит никаких особых дивидендов в лучшем случае это какие-то совсем небольшие заработки в худшем случае это просто вот то что я делаю дело для души так вот как только я начинал делать это активно как только я вкладывал в это свою душу опять же уделял этому время усилия внимание каким-то чудодейственным образом почему-то в моей жизни тут же появлялись возможности заработать совсем на другом поприще ну для кого-то это тот самый бухгалтер то есть кто-то может быть получил бы высокооплачиваемую работу бухгалтера занимаясь своим призванием я получал работу связанную с рекламной деятельностью причем я четко видел как это связано как только я уделяю своему призванию внимание тут же ко мне приходят какие-то ресурсы тут же становлюсь богатым человеком по-настоящему то есть моих действиях в моих в моей деятельности проявляется бог и одновременно проявляется ощущение счастья и радости потому что я занимаюсь тем чему у меня есть призвание то что у меня хорошо получается и вот так действует вселенная она действует по закону сохранения энергии она если сейчас поэты не в моде и сейчас не зарабатывают поэты большие деньги впрочем не всегда не зарабатывали на самом деле это касается и времен пушкина и когда поэты и писатели были подчас дворянами и у них просто были какие-то свои ресурсы и возможности ну тем более сейчас когда нет дворян это не денежная деятельность но если вы занимаетесь чем-то от души если вы занимаетесь своим призванием то бог вселенная прекрасно это ну скажем применим такие слова видят и чувствуют и вы тогда получите ресурсы получите финансовые возможности из совсем других источников из которых просто это легче сделать по закону сохранения энергии если сейчас в обществе легче зарабатывать бухгалтером вы будете зарабатывать бухгалтером но вы легко получите работу бухгалтера это будет высокооплачиваемая работа но получите ее вы именно благодаря тому что следуете своему призванию делаете то что не приносит вам напрямую каких-то больших финансовых дивидендов поете танцуете ходите в кружки самодеятельности то есть занимаетесь своим хобби тем чему у вас лежит душа вот как все это работает у меня вам есть простой совет пожалуйста просто попробуйте это сделать не стесняйтесь записаться в какую-то секцию или в какой-то кружок драм кружок даже если вам много лет и вы чувствуете что всю жизнь мечтали это сделать и вы посмотрите как изменится ваша жизнь в том числе изменится финансовая жизнь и вы приблизитесь и к богу с точки зрения богатства и станете по настоящему счастливым человеком я хочу спросить у вас майкл вот что вы думаете по этому поводу не было ли вашей жизни ну каких-то подобных примеров которые подтверждали бы или опровергали то о чем я говорю спасибо за вопрос владимир ну в моей жизни было много примеров я имею на самом деле три образования будем говорить бывшим советском союзе в соединенных штатах америки и заморских странах в частности в индии поэтому я могу сравнивать и там и там и там но я сейчас не буду останавливаться на своем примере дело в чем в моем так сказать мемо написано так предназначение человека быть счастливым и это самое главное вопрос как стать счастливым это все теория предназначение человека быть счастливым как мы вычислим это наше предназначение то есть вы в себе скажем экспериментальным путем вычислили о том что вам надо писать поздравительные открытки в стихах и это здорово и замечательно у вас к этому есть талант и благодаря этому как вы только что сказали у вас стало получаться то есть вы занимали своим делом и это абсолютно правильно это та концепция ведическая вед означает знание когда люди знали чем им надо заниматься поэтому чтобы я лично порекомендовал ваш опыт это ваш опыт но опыт каждый каждого человека это свой опыт условия в котором он находится это человек это его условия мы не можем применить те условия которым находились вы или нахожусь я для того человека конкретного о котором может идти речь и вот он смотрит нашу программу и думает ну хорошо владимиру у него была возможность там скажем проэкспериментировать была у него такая возможность а у меня ее нет вот мне надо кормить семью я приведу одну простую историю история довольно известная те кто слушает какие-то лекции одного тоже достаточно известного врача и он рассказывает не пришел на прием один пациент с жалобами на боль в сердце но как у нас принято в нашем западном обществе человеку делает рентген человеку делает там какие-то другие скажем обследование и потом ему прописывает какую-то скажем там методы лечения ну не знаю таблетки разные виды вместо этого тот доктор у которого не было никаких рентгеновских аппаратов начал ему задавать на первый взгляд странные вопросы он у него спросил а чем вы занимаетесь а тот ему ответила какое-то имеет значение он говорит для меня имеет вы ответьте на вопрос пожалуйста он говорит я ночной сторож он говорит а вы знаете что существует закон времени он говорит нет не знаю какой закон говорит а ночью надо спать самый простой закон то есть и солнце как бы не светит ночью и природа засыпает то есть вы нарушаете закон времени он говорит послушайте но мне надо кормить семью то есть то есть о чем идет речь речь идет о том что у него свои условия конкретные условия мне надо зарабатывать деньги у меня там трое детей жена там только родился ребенок жена не может идти на работу тем более что едва еще остальных совсем маленькие то есть мне надо работать а я не могу нигде устроиться то есть не надо идти работать а он ему отвечает пожалуйста у вас есть право выбора то есть идите работайте и будьте ночным сторожем но я вам говорю о том что вы нарушаете закон он говорит ну хорошо доктор я вас понял тот ему прописал травки поскольку это было альтернативное лечение будем так говорить прошло какое-то время он к нему попадает это человек с инфарктом ну попадая с инфарктом он начинает его лечить подлечил но опять та же самая история те же вопросы но ты понял дорогой мой я же тебе сказал о том что ночным сторожем тебе работать нельзя ну то есть как может быть какие-то люди у них какие-то есть внутренние ресурсы резервы организма которые могут ему позволять еще этому человеку держаться работая ночью но тебе нельзя это делать опять та же самая песня но мне-то надо же кормить семью он говорит ну ты же понимаешь чем это дальше может закончиться это уже был сигнал это уже второй сигнал он говорит доктор все я все понял все я буду искать работу проходит время он попадает нему с инсультом еще один сигнал и уже наверно последний еще один сигнал предпоследний наверное потому что дальше ну или последний да действительно потому что дальше уже некуда и он ему об этом говорит но теперь ты понимаешь что дальше уже во первых тебя уже не возьмут на работу потому что у тебя же есть история болезни так скажем и поэтому ты дорогой мой очень и очень серьезно подумай следующего раза может не быть ну он помыкался помыкался там поискал работу где-то устроился перехватил там что такое и вернулся ночным сторожем работать через три месяца или 4 месяца он умер о чем идет речь все то что вы говорите владимир здорово замечательно и абсолютно правильно но у каждого есть свои условия но о чем идет речь первым делом дорогие друзья вы то есть все правильно владимир вы говорите и абсолютно точно вы экспериментируете да вы идите да и это абсолютно точно надо знать ваше направление то есть надо знать ваше предназначение когда человек занимается своим любимым делом без сомнения у него есть все шансы стать успешным человеком вопрос времени когда тут очень много нюансов там и карма и все что хочешь но короче говоря на первом этапе вам нам всем надо знать свое предназначение в частности мой пример это не показатель мне повезло у меня была возможность поехать в заморские эти страны где мне объяснили о том что я делаю неправильно я как человек который скажем пришел только в школу у него же нету смысла спорить с преподавателями нет возможности спорить с учителем ему так 6 лет 7 лет ребенку как он может спорить естественно для него непререкаемое встретить когда мы набрались думая о том что мы очень умные разумные закончили высшее учебное заведение мы набрались того чего мы считаем интелли это все интеллектуальная информация это не знание и мы отвергаем это так вот я призываю к тому владимир делает то же самое о том что нам надо знать свое предназначение как его найти это вопрос другой эта тема нашей следующей программы как найти это предназначение но вот это самое главное потому что богатство этого абсолютно правильно я здесь на сделаю небольшое скажем замечание по этому поводу когда-то я рассказывал об этом на радио на телевизор я рассказывал об этом многое рассказывал там о духовности но мы-то живем в этом мире материальном мы-то находимся в этом материальном теле давайте начинать с нуля давайте начинать с того что мы будем функционировать первое тело оно должно быть здоровым оно должно комфортно себя чувствовать том что он делает и оно должно заниматься тем чем ему положено заниматься исходя опять же из того же своего предназначения то есть пока что на материальном уровне до вот этих высших материй давайте об этом поговорим в следующий раз у меня есть на самом деле что обсудить и что возразить но у нас мы уже ограничены сейчас временем и следующий раз мы поговорим о том как найти свое предназначение о том как же все-таки осуществить свое призвание свое хобби даже в том случае если на это совершенно нет никакого времени как сказал майкл у меня есть определенные советы на этот счет но мы их обсудим в следующий раз спасибо вам большое за внимание на поэтому будьте здоровы счастливы и богатым до свидания до конца